Не вопрос, только помоги в натуре! Смотрите в этом эпизоде! За это заберем минитофон. Сначала мы ему вручим мамонтины. Вот! Ну да, еще и попей. Ну да, конечно. Ох, класс! Теперь тебя и по запаху от мамонта не отличить. Ты это, прикалывайся, но меру знай. За мамонта ответишь. Это ты, если что, ответишь. По всей строгости. А на чем мы остановились? Здорово, бабуля! И ты не кашляй. Че надоц? Погадать, порчу, кого навесть, а еще че? Нам бы девушку одну найти надо. Нам бы девушку одну найти надо. Поможешь? А чего ж не помочь? Помогу. Фото. И деньги наперед. Деньги твои? Фото девушки. А у меня, как назло, ни денег, ни фото. Какая жалость. Тогда в пролете, милок. Извиняй. Берем часики. Нет, берем бабульки. Погадать нам надо, бабуля. Вот баланс. Эй, привет, друзья. Итак, Петька Васильевич, шесть. Позов четырнадцатый. Новая реальность. Подписываемся, друзья. Жмем на колокольник. Оставляем комментарии. Делимся с друзьями, друзья. Итак, компания Бука. Бука Энтертеймент. Совместно. С компанией. Сатурн Плюс. Представляет. Так, ну что, друзья. Остановились мы на том, что мы были у гадалки. Получили там валентинный код. И теперь заходим в эту игру по новому. и продолжаем. Так, теперь нам нужно идти в увежище наших дебилоидов. Прямо в арку. заходим в домик, где Петька уже был. Там ему нужно будет побеседовать с кирпичом. Ого! Ты че тут спрятался? Братан, не сдавай меня! А как же тебя не сдать? Прикрой меня! Там следак собака меня ищет. Я с ним еле разминулся. Не хочу снова срок мотать. Чего хочешь сделать, только братан, прикрой! Ладно. Магнитофон вернешь? Не вопрос. Только помоги в натуре. Будем помогать братану нашему кирпичу закрываться. А за это заберем манитофон. Сначала мы ему вручим мамонтины. Вот! Ну да, еще и попей. Ну да, конечно. Ох, класс! Теперь тебя и по запаху от мамонта не отличить. Ты это, прикалывайся, но меру знай. За мамонта ответишь. Это ты, если что, ответишь. По всей строгости. Ладно, продолжаем. Тут еще есть у нас усы накладные. Выручаем ему усы. Сейчас мы тебя так замаскируем. Ни один патологоанатом не опознает. Спасибо, братан, но анатома лучше подмазать. Конечно, лучше подмазать. Так, магнитофончик заберем. А магнитофон изымаю, как тяжкую улику и вещественное доказательство. Правильное решение. Как договорились в общем. Спасибо, братан, в расчете. Все, выходим отсюда. Так, ну и пошли в наше ателье. У нас там много дел. Выручить Анку и кое-что еще. Пошли дальше. Лазарет нам не нужен. Ни шпаны, ни очереди, ни, что самое обидное, магнитофона. Жаль и всего, конечно, магнитофона. Петька, плюнь ты на магнитофон. Он как пришел, так и ушел. Не о нем думать сейчас надо. Как же я на него плюну, когда его у нас нет? Я в переносном смысле. В переносном я давно уже на все плюнул. Что-то бак какой-то, да? Магнитофончик мы забрали. Ладно, пошли в ателье. Может быть, надо было сначала сюда сходить, а потом за магнитофоном. Тогда бы все сложилось. Но так ничего, в принципе, не изменится. Так, чудесно. Заходим сюда. Ой, Василий Иванович, сколько всего интересного? Тише ты, Петька. Эй, вы там? Это вам не музей восковых фигур мистера Тесота. Так что смотреть можете сколько влезет. Но чтобы ничего не трогали, а то понаберут тут, понимаешь, с улицы по объявлению. А потом целые штуки ткани пропадают. Так, ну что ж, надо с ним поговорить. и устройся на работу. Для этого поздороваемся сначала. Здравия желаю. И тебе того же, потому как оно тебе может здорово пригодиться сейчас. Скажите, тут девушки посторонние не было? Тут и непосторонних то не было. А вам зачем? А мы на работу устроиться хотим. На работу? А что вы умеете-то? Ну вот, Петька, модальщик первого разряда. А Василий Иванович комдив. Комдив? Это как-то с комвольным производством связано? Вроде конечно. А диплом у вас есть? Конечно есть. Конечно есть. Это хорошо. Ну что ж, машинки и швейные вон. Для начала вам надо будет шить 15 кокеток с лекальным вырезом на проймах декольте. Шитье кокеток это Петькин конек. Вперед! Погнали работать. Конек конечно еще тот. Угу. Так, начали работать. Да, ну ладно. Надо с ним поговорить. Нам надо срочно выйти. Слушай, дружище, нам с Петром надо срочно выйти. для чего? Тут видишь какое дело. Мы вот тут пройм это шьем. Ну шьете. А размер колодок? Размер колодок мы не знаем. Каких колодок? Ну как таких пройменных конечно. Надо взять на складе декольтом метр. А иначе никак. Вы уверены? А как я с проймами не первый год работаю? Камбрига запросто так не дают? Ну идите, только быстро. Мы мигом. А ты-то там зачем? А кто будет колодки держать, пока Василий Иванович их меряет? Да, верно. Мы скоро. пойдем выйдем и обратно зайдем. Эх, Василий Иванович, а ведь тянет меня покурить. Иной раз так, что аж мочи нет. А ты терпи. У нас в кавалерии курящих нет. капля никотина убивает лошадь. Ага. Так, ей не надо. Пусть не курит, если седаку нельзя. Ладно, все, пошли обратно. Пошли обратно и займемся делом. За работу, Петька! так, ну что, вот тут нам магнитопончики пригодятся. Поставим его сюда на стол. Не стоит. Вот сейчас мы вавчик запишем и дальше как по маслу пойдет. Да. Погнали. Дергаем рычаги. Короче, нам нужно опустить вот этот вот узел. И раз! Так, чудесно. И два. Интересно, а этот рычаг отчего? Теперь этот рычаг все поднимаем вверх. И еще одно переключение. О, пошло. Так, теперь вот этот рычаг опускаем. и раз. Маловато будет. И следующий рычаг опускаем. Интересно, а этот рычаг отчего? Чудесно. Теперь мы можем развязать узел. Пока он по мне идет. узлы узлы разрубал, ну а мы развяжем. Чпок. Каждому по заслугам, как говорится. Браво, товарищ комдив! Ловко ты его! А ты и думал, это тебе не рюшечки к подолу пришло. так, забираем вот этот ключик. Пригодится. Какой забавный ключик! Интересно, отчего он? Ладно, забираем ножницы, тоже пригодятся. Хорошие какие ножницы! Вот бы их еще наточить или подкрутить, или что там с ножницами делают, и можно с ними хоть в Одессу, хоть в Сухуми. Ага, и в Сухуми, и в Одессу. Так, Петька, вот этот рычажок дерни, смотри, спаси, Иванович, Анка! А это точно Анка? Может, и не Анка. Не знаю, товарищ комдив, может, и не Анка. Внешне вроде и похожа, но наша Анка за словом в карман не лезла, а это только молчит да мычит. Петька, есть только один способ узнать наверняка. Освободи ее и посмотрим. А не кинется? Вот и я боюсь. так, ну что, сожжаем. Так, попробуем тебя развязать. Ну, наконец-то. Что так долго? Небось, пили всю дорогу? Анка, ну, ты что сразу пили? Не пили, а входили в контакт с местным населением с целью выйти на след похитителей. На силу вас дождалась. Еще б немного и песни петь начала. С заткнутым ртом? Петька, не недооценивай силу народного творчества. Ладно, пошли. Надо кое-кому очень длинный хвост прищемить. Да-да-да. И мы знаем даже кому. Так, вот тут какая-то карточка. Невозможно, пока не отключена сигнализация. Правильное решение. Погнали сюда. Берем ключик. Не открываем дверь. Как думаешь, Петька, подойдет к двери? ключик. А че тут думать? Пробовать надо. И то верно. Так, пробуй, Петька. Ты смотри, подошел. Все дело в умелых руках, товарищ комдив. Таких как мои. львы. Ты тут смотри, Воба, а мы пошли. Куда пошли? Алю назад, никто тут не пройдёт. Грудью закрывает, дед наш. Ещё раз попробуем. Никуда не положено. Ага, поняли? Так, ладно, пойдём мы назад. А пока мы будем идти, друзья, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы получать уведомления. Оставляйте комментарии и не забывайте, друзья, что можно поделиться с друзьями. Так, выходим. Я туда не пойду. Если регистраторша меня увидит, сидеть мне снова в этой железной коробке. Поэтому пошли мы вдвоём. А у Ланки будут дела посерьёзнее. Так, ну-ка, Василий Иванович, поговори с нашей дорогой регистраторшей. Я вас слушаю. Какие погоды нынче опять стоят? Какие погоды нынче стоят? Хотите, прогуляемся. Ах, какой мужчина. Прямо с места в карьер. Ну, настоящий полковник. Да. Дайте мне шанс отыграться. О, дайте мне шанс отыграться в гляделки. Тут уж я точно не проиграю. С удовольствием. Так, пока они там в гляделке гуляют, мы с Петькой на что-то кое-что сделаем. А для этого нам нужно зайти за стол. И нажать на кнопочку охраны. Охрана? Хомяков. Сейчас буду. Вот и Хомяков. Ну, чего звали? Что у вас случилось? Ничего не случилось. И никто вас не вызывал. И как? Никто не вызывал. И вы что, думаете, раз я пожилой, так и мне уже вызовы начинают мерещиться? Наверное. Товарищ Хомяков, почему покинули свой пост? Немедленно вернитесь. Ну вот, гоняют меня взад и вперед. Ни минуты отдыха. Да ну вас. Ага. Погоди, отец. Вопрос у меня к тебе есть. Профессиональный. Чего это? Вот скажи, отец. Это правда, что одна берданка, две винтовки-мосинки заменяют. Так, Василий Иванович и Петька отвлекают сторожа. Настало время мне действовать самой. Думай, Анка, думай. Пошли обратно. Теперь мы можем пройти охранника. Потому что это не просто, друзья. за стол, за компьютер. Возможно, здесь я найду что-нибудь полезное. Да, наверное. Так, компьютер. Очень хорошо. Будем разбираться. Так, классно. Вот здесь вот по компьютеру, по монитору. Ой. Так. Пароль надо ввести. Какой такой пароль? Ну, друзья, пароль вы будете искать долго. Или подбирать долго. Но у нас есть подсказка. Посмотрите, вот здесь вот в правом углу, внизу, отмеченная сторожем фраза. Тройка, семерка, туз. Тройка, семерка, дама. Вы поняли? Значит, здесь разгадка очень простая. Количество букв в каждом слове соответствует цифре на здесь на мониторе. Поэтому нажимаем. Тройка, шесть. Семерка. Семь. Туз. Три. Опять дальше. Тройка, шесть. Семерка. Семь. Дама, четыре. Знай наших. Все, выходим. И пошли сюда. Так, ну что, друзья. Сейчас мы еще одно дело сделаем. Надо перерезать вот этот камень. Никто не видит? И хорошо. А то бы шум подняли. Чик-чирик. Чик-чирик. Так, ну что, друзья. Дальше мы пока не пойдем. Не будем утомлять ваше... Дорожайшее... Отвлекать ваше время. Встретимся в следующий раз в следующих сериях. Сейчас пока сохраняемся. Ну, где-то там... Сохранялка. Не, вот, уходите, друг. Ну, вот здесь вот, в следующем. Удатики сохраняемся, да? И будем выходить из игры. Выходим, друзья. И смотрите в следующих сериях. А вы не сможете отвлечься на пару минут? Нет, ни в коем случае. Ах, какая жалость. Ах, какая жалость. Мне так нужна помощь такого человека, как вы. Именно меня? Да. Я впервые вижу мужчину с таким большим трицепсом. А что случилось? Ну, если вы заняты, я не хочу вас отвлекать. Да ладно, говорите. У меня одна штучка засорилась. Если бы вы согласились помочь. Буквально пару минут. А мы за пару минут успеем. Долго ли умеете? Конечно. Действительно. Ладно, давайте, только быстро. Ну, сами догадываетесь, что там происходит. Продолжение следует...